То Бог ель, и я, то Бог наш. КОНЕЦ 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 Конечно, Вы замечали, как быстро летит время. Время действительно летит быстро. И вот уже мы подошли к замечательной дате. 1 августа мы совершаем память святого преподобного Серафима Саровского. Отец Василий, будьте добры. И есть некая незримая связь между тем миром и этим миром. 1 августа мы совершаем память святого преподобного Серафима Саровского. И его молитвы, они и сегодня настолько действенны и ощутимы, его молитвенная помощь, что те, которые обращались к нему, конечно же, понимают, насколько быстро святой старец идет на помощь. Но многие удивляются и думают, ну как это, жил человек и умер, как это он может помогать с того света. Будьте добры. Вот про эту незримую связь. Эта незримая связь называется благодатью Божию, которая и совершает все эти чудеса. И люди, обращаясь к святым угодникам Божьим, благодаря именно этой благодати Божией, и получают те молитвы, те прошения, которые о них просят, получают ту Божью помощь. Преподобный Серафим Саровский является для нас примером в христианской жизни. И в его житии очень много показано, как Господь, Божия Матерь, заботится о своих угодниках Божьих. Преподобный Серафим был избранником Божьим, и это видно с первых дней его жизни. Он воспитывался в христианской вере, родители его воспитывали в благочестии, и это дало свои плоды. И родители, особенно мама, потому что отец в три года, когда был с Серафимом Саровскому, умер, то Серафим Саровский был воспитан мамой. И вот именно мать замечала за то, что ее сын стремился к Богу. Он каждый день посвящал его служение, не имея возможности быть на литургии, но все равно он захотел в храм для того, чтобы вознести свои молитвы. И вот, когда ему было 7 лет, когда мама взяла с собой его на строительство храма, потому что вот их семья очень любила храмы, и помогали, строили храмы. И вот она взяла с собой его на колокольню, и он по неосторожности упал оттуда. И когда они все спустились на низ, они думали, что уже все, ребенка нет, умер, они увидели, как преподобный Серафим стоит на ногах полностью, пребывая в здравии и крепости. Это вот было таким явным признаком, то, что Господь оберегает своего угодника Божия. Будучи отроком, он также пребывал в болезни. И когда проходил крестный ход ихним городом, то мама вынесла ребенка, вынесла отрока, и приложили к Курской иконе Божьей Матери знамени. И преподобный Серафим исцелился. Божья Матерь таким прекрасным образом исцелила его. Преподобный Серафим 17 лет отправился в Киево-Печерскую лавру, в монастырь, для того, чтобы там подвязаться. Но старец Носифей благословил, чтобы он пошел в Сарусскую пустыню. И там он уже пребывал по благословению в пустыне той. И очень отличался от других, любил возносить свои молитвы. Он первый приходил в храм Божий и все время стоял неподвижно на богослужении молился. Также приключилось, что и здесь посетила его болезнь, недок. И он три года пребывал в болезни, отказывался от врачей, все уповал на волю Божией. И явилась Божья Матерь преподобному Серафиму Саровскому с двумя апостолами, Иоанном Богословом и Петром. И говорит, что сей от рода нашего. И после этого преподобный Серафим исцелился от своего недуга, от своей болезни. Преподобный Серафим усугублял с каждым днем, с каждым временем пребывание в монашеске, в монастыре, свои подвиги. И вот всеми известен его подвиг, то, что он пребывал в молитве и посте тысячу дней и ночей. Дьявол, вот видя то, что этот избранник Божий подвисается, и хотел его духовно погубить, и начал насылать разные помыслы ему. И в двери приходили, голоса преподобных слышал и тому подобное. Но преподобный, бывая на волю Божию, сотворил такой подвиг, как пребывание в молитве на камне столкничества тысячу дней и ночей. Чем тем самым он посрамил дьявола и победил его. После этого дьявол, видя, что не может он победить духовно, преподобного Серафима, он прислал людей, разбойников, которые думали, что у отца Серафима есть деньги, которые люди там жертвуют ему. И начали требовать эти деньги. На что преподобный ответил, что нет у него никаких денег от людей. Но они не поверили, они его избили, уже думали, что он умер, связали для того, чтобы выбросить в речку. Но когда они начали обыск Келии, то там не нашли ничего, икону, и несколько продуктов, и все, больше ничего и не было. Тогда они были посрамены, то, что вот они так сотворили с угодником Божиим, со старцем, действительно праведным человеком, и убежали. Когда их поймали, мы с вами видим любовь преподобного Серафима Саровска, который просил для того, чтобы люди, для того, чтобы не наказывали этих людей, а отпустили с миром. Но они были наказаны в разумлении, их домы были сожжены, и они пришли с покаянием к старцу и рассказали о своих делах. И вот после этого избиения также Божия Матерь явилась и исцелила преподобного Серафима Саровского от его недуга, от его болезней. Божия Матерь, особенно которую он чтил, преподобный Серафим, как мы с вами видим, в житии его, очень заботилась о нем и помогала, и исцеляла. И он очень чтил ее, возносил каждый день к ней свои молитвы перед иконочкой, которая у него была в келье. И Божия Матерь возвестила ему последние дни его жизни. И он знал день кончины, когда он должен пристать в присуду Божию. Вся жизнь преподобного Серафима Саровского, она исполнена смирением. Смирение такого высокого, что современному человеку, да и вообще человеку трудно понять, когда напали разбойники, он не оказал сопротивления, когда он во всем смирялся и когда он всему радовался. Это смирение — это тоже дар Божий. И некоторые говорят, смиряться — это не что-то там унижаться, а на самом деле, что есть смирение, вот такое, каким обладал Серафим Саровский? Смирение очень трудно человеку достичь, и это великий дар Божий, который Господь дарует человеку. Многие думают, что смиренный человек — это слабый человек, но на самом деле они заблуждаются в этом, потому что на самом деле человек, который может смириться, человек, который может простить обиды, на самом деле является сильным, потому что надо в себе найти силы для того, чтобы переступить через себя, через свою гордыню, через свое хотение и осмириться, и примириться вот с человеком. Преподобный Серафим показывает нам истинность вот этого смирения, и в разбойнике, которые вот избили, напали на него, он их просил. И когда сотворил он свои подвиги, сотворял ей та же молитва, на камне тысячу дней и ночей, он заповедал, чтобы не говорили, уже только при своей кончине он открыл вот свой подвиг. И трехлетний подвиг безмолвия, все это он творил, упывая на волю Божию. У него было Евангелие, которым он не разучался, и всегда с собой брал, и на работу, и в молитве. И читая Евангелие, преподобный Серафим Саровский уподоблялся Господу в смирении, потому что также Господь, пребывая на кресте, молился за своих обидчиков. И мы с вами видим жизнь Спасителя, а также исполнено смирение, где Господь смиряется, где Господь не показывает, не раскрывает всем о своих чудесах, а наоборот заповедует, чтобы они не говорили, чтобы они вот и не прославляли его. И преподобный Серафим Саровский, исполняя заповедь Божию о смирении, вот так же подвязался и, самое главное, учил всех людей, чтобы и они так поступали, чтобы они любили друг друга, и к этому он призывал всех. Отец Василий, мы знаем, что святой преподобный Серафим Саровский при жизни всегда обращался к тем людям, которые приходили к нему «Радость моя». Старец стяжал в своем сердце такую радость, которая не меркнет никогда, как сегодня, но хотя бы чуть-чуть приблизиться к этой радости. Молиться, конечно, Серафиму Саровскому. Да, молиться Серафиму Саровскому. И вот он всегда, как говорила, «Радость моя, Христос Воскресе». И он делился этой радостью, потому что благодаря своим подвигам, он в своей молитве, он достиг той духовной радости, которую он искал. Господь призывает себе, придите ко мне все труждающиеся и бременения, и я супокою вы. Господь призывает себе и говорит, что дарует человеку успокоение. И преподобный Серафим пошел за Христом и обрел ту радость. И каждому человеку, кто приходил к нему, а к нему много людей приходили, он делился с этой радостью, потому что все его сердце, вся его душа были преисполнены радостью о воскресестве в Христе, радостью, любви. И этой радостью, любовью, и он проповедовал и заповедовал, чтобы также люди делились друг по другу. И хотелось пожелать, чтобы все мы с вами возносили свои молитвы к преподобному Серафиму Саровскому и просили для себя вот той духовной радости. А радость духовная заключается в любви, в терпении, в смирении друг по другу, чтобы всегда мы с вами в своей жизни представляли воскресшего Христа, чтобы всегда мы с вами радовались этому событию и всегда в сердце нашим был Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok